МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За 13 годов Гомельский экономический форум прошел шлях от невеликого регионального мероприемства до головного делового схода по Днево-Усходной в области Беларуси, и у нее не только открывая новые максимумы для инвесторов, а и позволяя интегрировать Гомельщину в суцветную экономику. Италия работает на бывшем постсоветском пространстве, на европейском регионе, в различных государствах. Но мы, говорит, видим с учетом последних событий, что здесь возможностей и ресурсов считаем гораздо больше. Сирот у денег у 13-го Гомельского экономического форума представники России, Украины, Словакии, Италии, Австрии, Ирландии, Хорватии сирот стратегичных партнеров китайских компаний. В последний час наши краины повеличивают масштабы сопрацовництва и Гомельская область не выключением. Далегация взял сурской корпорации. У этой дни знакомятся с перепрасывающими предприемствами региона. В первую чергу их цикавить поставки яловичины, а это только начало реализации великих планов. Для нас не только закупка замороженной ковядины, но главный цель – это создать совместные предприятия или другие инвестиции в Комельской области. Селета у дельникам форума пропоновали больше 150 инвестпроектов. При этом организаторы подкресливают, якось этих проектов постоянно повышается, что в свою чергу дозволяя выкористовывать инвестиции больше эффективно, открывать новые вытворчасти и створать працованные места. До речи, зараз на территории Гомельской области працуют больше 300 предприемств за межным капиталом. И такая лечба за последние 5 годов в экономику региона притягнута свыше 5 миллиардов долларов. После 13-го экономичного форума эта лечба повеличится. В последние годы Гомельский экономичный форум уозначался своей масштабностью, але сегодня он стал самым великим за всю историю его проведения. 29 країн и больше 600 у дельников, причем это не гости, а потенциально деловые партнеры. Бадай головная падея на пленарном посаджении подписание протоколов об реализации 11 инвестпроектов терут запланованного бодовництва щебневого завода у Леческом районе, фотоэлектричной станции на Наравлянщине, вытворчусь вискозного волокна у Святогорску, шмат функционального логистично-делового центра у Реческом районе и навык сучасные залы чеканнёв с наявностью системы электронной чархи для транспортных сроков на одном из пограничных пунктов пропуску. Огольный кошт плануемых инвестиций 300 млн долларов. Это самый высокий показатель или результат, который мы имеем на протяжении 13 лет. И приятно отметить ещё раз, что с каждым годом количество и сумма растёт. Поэтому мы видим, что этот форум приносит реальные дивиденды для развития экономики Гомельской области. Асабливая увага на Гомельским экономичным форуме надается работе секции «Сё лета их пять». А про шатаго у рамках форума отбылась с устрэша проставников органов улады и дипломатов, які знаходятся у Гомелі. Шмат хто с керавников замежных регионов и дипломатичных миссий приехав у Гомелі ашы до початку экономичного форума. Его проведение стало подставой для больш деталёвого ознаймления социально-экономичной ситуации в регионе. По словах худельников сустрэчы, у кожных з них есть планы, які и они мають намер реализовать на території Гомельской области. Як подкреслил один з дипломатов, от сяброуства мы идем до супрацовніства, от супрацовніства знов до сяброуства, але она уже больше в высоким зроуні. По глыблению относинного будут саденешать и подписанные подчас сустрэчы документы. Шарниговской области Украины Гомельшина подписала план суместных мероприемств. Сирийская провинция Хомс, наш регион теперь будет звязывать протокол на меру об супрацовністве. Такий ж протокол подписали так само житковецкий райвы Конкамы, районный совет молдавского города Тараклия. А про шагульность сустрэчы, баки так само провели перамовы по поглублению супрацовніства у экономичной сферы. У приватности у Першиню за опошние 10 годов Гомель наведал министр промысловости Чехии. Гэта визит повинен дать штуршок до активизации двухбоковых односинов. Мы хотим продолжать на высшем уровне это сотрудничество. Значит, хотим искать новые пути, новые, как говорится, возможности, потому что каждое время принесут какие-то новые, открывают новые окошки, которые можно просто использовать. Поэтому этот визит точно, я думаю, что поможет в этом сотрудничестве и наладит опять сотрудничество, наладит какие-то новые планы. Доволе насыщенная была программа работы секции агропромыслового комплексу. Продприемство региона пропоновали потенциальным инвесторам 12 проектов. Агропромысловый комплекс Гомельской области оценивают як вельми перспективный, яго развитю надается особливая увага. А тюлі такая колькость инвест пропонов. Яны тышатся сельская господарки, перапрацовки, энергетики. Наприклад, Лельшицкий агросервис готовы разом с новыми партнерами створыть вытворчать органы минеральных удобрэннях. Продприемство Гомеля было «Харшпрам», яку объеднувая шерах вытворцов харшовой продукции, подрыхтовало шесть инвест пропонов. Реализацию некоторых проектов продприемство распочало уластными силами. Достаточно интересный проект по воде, хотя мы сами уже на сегодняшний день начали, скажем так, самостоятельно реализовывать этот проект на базе одного из наших предприятий. Вместе с тем, конечно, с помощью, допустим, иностранных инвестиций это бы удалось гораздо быстрее и более масштабнее. По выниках работы секции подписаны два протокола об намерах. Это переработка говядины и мягких сыров на территории Решетского района. Проекты живые, я с этими предприятиями знаком, я думаю, что они будут внедрены в дело. Ну и другие проекты, которые предложены, я думаю, что по приезду на место своей работы участников форума, будут они обсуждены и, разумея нам будут даны, я думаю, что к решению, внедрению их на территории нашей области. Тем часам на секции «Туризм» Гомельшины перспективы развития сегодня подписано шесть договоров об сопрацовнестве. А про то, что отделники оценили перспективы реализации проектов, которые пропоновали выполняющие комитеты. Сегодня туризм разглядывается не только как от пашинок на природе. Максимум осязнаймлении с традициями и обрадами мясового насельства, религийный, военно-гисторичный, медицинский и деловый туризм. Усего этого последние годы с теорией становятся практикой. По час работы 13-го экономичного форума его отделники обмерковали максимумасти притягнения туристов про реализацию новых проектов. У приватности Гомельшани пропонуют побудовать парк активного от пашинка, ориентованный как на детей, так и аматору экстремальных видов спорта. А про то, что у выник установшего решения инвесторов, у Мазыры может появиться лядовая арена, а у Светлогорску открыть хостел для туристов с невысоким узровнем доходов. Даже сейчас значный интерес для туристических объектов на Гомельшине выказывают простонники российского бизнеса. Думаю, что это нормально, потому что сегодня Гомельская область, город Гомель, наш регион, он очень перспективен в этом плане. И то, что мы находимся на хорошем транспортном узле, на хорошей транспортной развязке, сегодня привлекает как российскую сторону, так и белорусы вкладывают деньги в это направление. Так само сегодня у дельники Гомельского экономического форума наведали 17-ю международную выставу «Вясна» у Гомели, где познайомили с ее экспонентами, яких все лета коля 100. Настасья Куршинская протягнет ему. Сгодно белорусским традициям, для дорогих гостей зауседы накрывают богатый стол. Тому не выпадково гляд выставы у дельники экономического форума начали со стендов харчовых предприемств у Гомельшины. Тут делегатам пропоновали лепшие деликатесы. И когда россияне, например, добры, знаемые с нашими продуктами, то для гостей сирые белорусские прессмаки, пакулик зотека. А лишь это не просто подшастунок. Это знаемство потенциальных партнеров с гомельской продукцией. Головная задача выставы – продавать. И не просто у межах крытых окатка, где все литаяно разместилось, а в международном масштабе. Предприемства, которые представили тут свою продукцию, об этом добро ведают. Тому кожный год колькость экспонентов расте. Свою хисторию весна у Гомеля почала в 99-м годе. Тогда ее удельниками стали 40 предприемств, которые заняли площадь 250 квадратных метров. Сегодня площадь уставы повеличилась в 22 разы, а колькость судельников вымирают сотнями. Это самый буйный региональный форум такого кшталта в нашей краине. И это безумовно привабливает замежных гостей. Вьетнамская делегация, например, приехала уже другой год за пар. Вот этот раз уже большой масштаб, чем в прошлом году. И товар будет уже качественный и эффективный. А восьмолдауское предприемство станком у Гомеля у першиню. Поколь приехали, я кажусь, на разведку. А в будущем сбираются поставлять свои соки на Гомельшину. Первый раз выставляемся. Пока неплохо. Но сегодня погода не позволяет людям в целом насладиться соками, потому что холодно. И соки тоже холодные. На двор я, саправдой, подкинула неприемный сюрприз. Али навод под моцным дождем выстава не пустая. Звычайный гомячан тут хапая. Цековые знаходки и покупки можно зарабить и тем, кто не ведет ніякого бизнесу. Вось, например, самые у промынсенсия заметные экспоненты выставы. Гомель Аблбудкомплекс пропоновывает свои послуги физичным особам. Мы себя позиционируем сейчас по двум категориям. Это субъекты хозяйственные и юридические лица, которым мы готовы предложить услуги строительные. И для физических лиц в этом году мы планируем предоставлять жилье. Поэтому и вот здесь мы сделали акцент на строительство жилья. То есть, чтобы привлечь население города Гомеля. И они уже сегодня привыкали к том, что есть такая организация, как Гомель Аблбудстройкомплекс, которая сегодня объединяет за собой 6 тысяч работников и ряд строительных организаций в Гомельской области. И чтобы мы могли строить жилье для них. 21 мая – опошний день работы выставы. Алиреха для ее проведения на Гомельшине раздаваться будет ясно долго. Удельники будут подличивать наявные и будущие прибытки, а организаторы думать над наступным форумом 2017 года. Настасья Кучинская, Игорь Марышченко, Телерадио «Компания Гомель». Субботние телефонные линии мясовых органов улады протягивают свою работу. 21 мая свои пытания можно будет задать Старшине областного совета депутатов, Олегу Леонидовичу Борисенко. Промая линия будет працавать с 9 до 12 годин. Номер телефона – 75 12 37. Так само весь размову с грамадянами будет Старшиня Гомельского городского совета депутатов Иван Афанасьевич Бородинчик. Звернуться можно по номеру 75 19 84. Сегодня Гомельский инженерный институт Министерства по надзвышайных ситуациях Республики Беларусь Святкует День народжения. Наушальная установа открылась у Гомеля 19 годов тому. С этой нагоду в институте прошли Международная науково-практичная конференция И урочистые мероприемства. Сегодня тут рыхтуют специалисты по двух накерунках. Надзор на профилактичная деятельность и ликвидация надзвышайных ситуаций. В институте наушаются не только беларусские студенты, А и простовники России, Украины, Казахстана и Таджикистана. Специалисты означают высокий уровень подрыхтовки выпускников. 100% студентов после закончания ВНУ уладковываются на службу У системе Министерства по надзвышайных ситуациях Краины СНД. Поляпшается уровень подрыхтовки. В институте працует высокопрофессийный профессорско-выкладческий состав. Будуются новые учебные пляцовки. Строится новый учебный корпус площадью 10 тысяч квадратных метров. В этом учебном корпусе будут сосредоточены все инновационные разработки, в области образовательной деятельности. Поэтому для движения вперед у нас всегда есть и время, и возможность, и средства. Моцный ветер и дождь на двор я сегодня не радуя Гомельчан. Разгул стихии нанес шкоду. На шастье обошлось без потерпелых. Ветер, порывы которого досягали 20 метров за секунду, повалил областным центром несколько дрыл. Пошкоджены три автомобиля. Коммунальники ликвидовали наступство непогоды и вызвалили транспортные сродки. Супрацовники МНС просят Гомельчан не покидать автомобили Калядрыл. По информации областного гидромедцентра, завтра на двор я пошне наладживаться. Ветер стихнет. Максимы короткорчасовые дожжи. У надшипа в области шакается до 10 градусов тепла. У день – до 20. У неделю будет переважно без опадков. Температура поветра у день в складе до плюс 23. У понеделок – до 25 градусов тепла. Я в спорте. Отбылся другие матчи по финалу чемпионату Беларуси по мини-футболе в вышедшей лиде. Минский мапит сравнял лику серый до двух перемог с упредстолицей. Будовники перемогли у авертайме – 3-2. Для выявления переможца у другой пары лицельмаш ВРЗ так само спотребится третья гульня. Нагадаем, что первый матч у лиде выиграли вагонарамотники с ликом 4-2. При этом уходе с встречи они саступали – 0-2. Гульня у Гомеля пошлася по таким же сценарии. На 24-й хвилине лик стал 2-0 на корысть лицельмаша. Раз в три хвилины ВРЗ скаратил отставание. Степан Струк реализовал пенальти, призначенное за порушение супротив Гена Клашко. После этого инициатива полностью перешла в руки господара у паркету. Даны шмат атаковали, однако забили гости. На 37-й хвилине Дзянис Коб зарабил лик 3-1. Про с хвилину Ладзислав Сялюк скаратил отставание, узнавивши интрыгу. Футболисты ВРЗ замасывались на полове соперника, однако позиционные атаки не принесли вынику. Поражение ВРЗ з ликом 2-3. Финалисты шампионату Беларуси по мини-футболе станут свядомы 22 мая. Прошающие матчи отбудутся на пляцовках Мапида и Ли Цельмаша. Пропустили два гола, было тяжело вылезти, практически вылезли, я опять третий ненужный гол. Обидно, тяжело, конечно. Будем справляться, и так в этом году многое сделали, будем идти вперед. Еще ничего не потеряно, будем сражаться в лиде. Это и другие новины вы можете узнать на нашем сайте в интернете по адресу www.cvrgomil.by. На этом выпуске завершено. С студией працвала Маргарита Шубукова. Усего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова